здравствуйте здравствуйте ясненько вы общаетесь или молча сидите как хотите поговорить но поговорить можно разным пример если из желания конечно пример пример давай чем угодно господи в принципе если конечно в этом компетенте политика история войны политика история войны хорошо давать ее политики об истории что интересуется откуда вы из харькова вот так плечами пожаре как будто бы я должен узнать об этом хорошо я с краснодарского края станица томат вот как у вас сейчас дела там война с россией понятно понятно что война как у вас бомбежки продолжается или естественно потише стало естественно продолжать они будут продолжаться до последнего ну да будут может быть у вас какие то вопросы кто виноват войне россии или украины я думаю что и не россия и не украина нет украина отчасти в чем скажем так сателлиты кого украина является сателлитом того а вот вы мне сами попробуйте это на 3 без понятия ком без понятия хорошо я вам подскажу соединенные штаты америки каким образом надо ну каким 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 смотрите когда куда переговоры в стамбуле да вот проходили так так кто сказал что зеленский когда выбирался на должность президента он так дал что я постараюсь постараюсь всеми буквально способами не допустить войны этого не будет остановить войну до остановить войну с кем воевали и 1 секунду и когда пол раз а с кем воевали договор был одну секунду раз на почки договоры были не просто получается вот этот товарищ с англии он сказал нет никаких договорников ним не было стамбульских договоренности на так вот естественно не было так отчетки договорилась как вы говорите одну секунду секунду как раз их сами же сами же попроси ваше правительство попросила что мы не можем вести никаких договоренностей пока у нас у виска находится логично отведите свои вас конечно логично и давайте в турции мы с вами договоримся хорошо какие кто отвел войска смысле кто как понять мы просто я не могу понять по вашим словам переговоры стамбуле произошли выводом каких-то войск откуда вывели и кто войска перед переговорами в стамбуле их вы их отвели от киева когда принятие решения их отвели от их отвели от киева после переговоров стамбуле так так сказали не могут вести переговоры пока не так так было нет этого же зеленский ваши же переговорщики подтверждение пожалуйста подтверждение пожалуйста у вас хронология путается по меньшей мере нет нет она путается потому что по вашим словам россия капитулировала с киевской черниговской и сумской области до переговоров стамбуле капитуляция в кино киевском черниговской высовском направлении произошло после переговора стамбуле с личной инициативой российской федерации это не входило в переговорный процесс ни одна бумажечка об этом не говорит это раз во вторых никаких переговоров странно никакого никаких договоренности стамбуле не было если оттолкнуться если прошу прощения зеленский я считаю что чисто нам я считаю что эти в данном ключе вы во первых по той причине что вы нагло брете скорее всего это связано с тем что вы просто-напросто где-то там прочитали информацию но не до конца в ней разобрались у вас искаженные реальности потому что если даже отталкиваться от слов самого путина единственную у которой он сказал это что заявил что в стамбуле были какие-либо переговоры был какой-то договор а в стамбуле не было никакого договора классно поговорили мне нравится добрый вечер да нет у меня интернет говно если бы твой был говно то были бы пиксели а пикселя нет у тебя просто все размыто соответственно камера гоно ну да выгид с говно согласен молодец может быть разная камера неплохая но бывает у нее глюки может глючит не знаю всегда было хорошо вращаешься так только засел политика история война суши политика ну опять-таки а что политики кто виноват войне россии или украины в какой войне развязаны к россии суши прости пожалуйста как зовут прощай ну тебя как зовут прощаю тебя есть я простила же все хорошо ну так как тебя зовут не ждать тебя про не обращается страдаешь прям пафосным этим самым хорошо мне не страдает и наслаждаясь наслаждаться ты знаешь что такое война вообще да как идут в как идут боевые действия да я знаю определение войны да ну разве это определение можно каким-то даже поставить сейчас на украину война это конфликт двух государств и либо двух политических сил либо двух коалиций и более когда решается военным путем то есть в одна эта часть политики только когда заканчивается переговорный процесс начинаются переговоры силой то есть войсками ну так почему ваши отказались вести переговорный процесс тур мы не отказывались ну как то первыми вышли с переговорами первые вышли с переговорного процесса российской федерации мы плохие вы хорошие но вас это не спасет всегда когда в россияне заканчиваются аргументы он говорит шаблоны я понял тебя тебя вопросы есть что ты будешь делать когда придется жить на территории россии я не буду жить на территории россии это никогда не произойдет а куда-то поедешь никуда останусь дома дома где в киеве в карты в харькове да да сын мой блажен неведующий удачи тебя добрысь чем общаешься обо всем пример я задал вопрос к примеру ну чуть интересует политика история война давай по истории по войне поговорим давай давай что интересует так вопрос задаваешь тебе и тебе вопрос задают чуть интересует какой книгу по истории ты читал понял когда про историю говорить не будем ну давай по дурлам о чем-нибудь давай кто виноват войне россии или украины какой между россией и украиной а где таковая нам было она сейчас но где она зафиксирована скажи мне пожалуйста где в каком законе об обороне статья 4 какой законе обороне украины а украина украина государства на которые вы напали это ты шута вы закону можно как у вас тоже обороне есть один серьезном свете и такие закон россия напала на украину а генеральная ассамблея 2 марта 22 года что там было признание что россия напала на украину признание войны серьезно пишу и в одну признала украину объявила военный стан да 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 объявила а что военный стан да или войну объявил военный стан хочу войну не объявила россии потому что никто из обороняющихся стран никогда не объявляет войну агрессору объявляет еще объявляет ничего значит объявляет я вас прошу дайте мини дайте мини сброю до это не реки дуда шо ты дуда я дам чую дуда да да как сорок первом году как сорок первом году осенью советский союз стал просить соединенные штаты америки о поставке металла сырья для производства военной техники а позже сорок втором году стал просить соединенные штаты о поставке вооружения так как военно-промышленные комплексы соединенных штатов советского союза не вытягивали производство которое необходимо связи с огромными потерями сорок первом году из-за того что при наступлении немцев на территории советского союза очень сильно страдали тыловые части так как те части которые находились тылу которые не должны участвовать военных действиях каким-то образом стали участвовать в них потому что их никто не отводил а тыловые части части снабжения нужно отводить кисти враг наступает прорывает линию обороны чем часть да ну о чем придется о чем приходится мол но сейчас приходится с вами общаться я не спросила с кем я спросил о чем ну я не знаю но предлагайте тему давайте я вам скажу о чем придется общаться политика история войны по ходу ну давайте либо о политике либо об истории либо войне какой книг вы читали последнюю ну ключевского читал последнего что именно что именно романовых что ключевские романовых пишет какого они рода были вроде как он пишет что это были я из федоровых все таки все таки не романова были водорова кем были такое чувство вам так неприятно со мной разговаривать не вопросу да и просто а вы считаете что вы имеете право какие-то вопросы задавать может быть я вам задам конь один вопрос давайте что делать вы читали что делать что статью вы читали кого чернышевского что чернышевского что что делать делать вы читали а какие вы читаете романы я читаю исторические книги ну например какие крайнюю книгу которую вы прочитали историческую александр и заставить александр гагун между гитлером и сталином украинские повстанцы джагаш матика от волынской операции висла книга таировой данилевского шубина история украины санкт-петербург 2018 год очерки начальной руси алексей александр гагун давайте на первое остановимся александр нефть я не говорю александр нефть кого до кого вы там говорили александр нескому ну а потому что македонского первую книгу македонского я тоже ничего не говорил давайте просто разберем с вами любую книгу которую вы читали давайте между гитлером и сталином украинские повстанцы александр и китлером и сталином хорошо давайте на ней остановимся давать кто ее написал кто написал книгу между гитлером и сталином кинский пост танца александра сергеевича гагуна александр сергеевич гагон она о чем была периоде между гитлерами сталина наверно нет об украинских повстанцев не погодите ладно хорошо как она еще раз называлась между гитлером и сталином украинские повстанцы так а можно ну давайте что-нибудь другое кроме ну ладно хорошо давайте украинских повстанцев разберем что интересует вот такие кто такие украинские повстанцы упали упа против чего они повставали против германии советского союза а польша здесь причем было а здесь про польшу ни слова сейчас не было а в этой книге про польши или просто в нашем разговоре про польши ни слова а волынская это что такое это джега шматика от волынской операции вис это польский историк это другая книга то есть это вас уже не касается да это понимает другая книга который я читал то есть история такой еще и две книги прочитали я вам перечислил как минимум пять книг из последних а давайте может быть как-то все книги в одну по объединению не получится не получится и прогулом в одну почему потому что их писали разные старики разных периодах и раз на разных моментах дело понятно нет я понимаю что вы что-то либо что-то но вы сами-то у вас твое там мнение есть обо всех этих книгах об investor lo 1955 и книг как вы читаете что написано правда об исторических моментах если мы обсуждаем исторические моменты момента истории но я Я оттолкнулась от мнения историков, потому что обсуждать историю без историка — это все равно, что пытаться… Это все равно, что я не закончил. Это все равно, что менять проводку, не разбираясь в фазе нулей Земли. А вы разбираетесь в фазе нулей Земли? Нет, поэтому я не занимаюсь проводкой, поэтому я вызываю специалистов. А историю вы разбираетесь? то есть еще раз давайте повторю давайте еще раз повторю обсуждать историю без историка это все равно что пытаться менять проводку не разбираясь в фазе нуле и земле то есть конкретно все равно что менять проводку не имея там какого-нибудь познания в электрике вот у меня нету примеру как образно например у вас нет исторического образования соответствует с этим обсуждать историю без книг какого-то историка будет глупо я примем пример вам с электрикой какие-то вопросы еще есть вы не со мной разговариваете вы давайте я вас просто по вас перефразирую то есть если нам с вами по истории разговаривать то не получится вам с вами вдвоем разговаривать нам нужен какой-то профессор который смотрел бы на нас со стороны так получается не на ваших слов нам нужно читать книгу историка чтобы операции на разговор чтобы как-то разговаривать во первых нужно читать либо одну и ту же книгу либо разные книги но спорить с ними да но если мы с вами сейчас лично разговариваем то есть нам нужен тогда третий профессор по истории нет чтобы нам понять истину или нет а вы не читали ни одной исторической книги я вам сказал какую я читал какую а я вам книгу не называл название книги вы меня спросили фамилию историка я вам назвал фамилию историка вы мне назвали что-то непонятное что но при этом вы ну давайте мы просто с вами мы же с вами разговариваем мы же отталкиваемся от каких-то исторических фактов я почему с вами разговаривать историка каких исторических фактов после с вами говорили вот смотрите допустим о том а волынской была она нет вы говорите нет это другая книга но волынской не был хорошо да да что еще не было ничего еще не было я не знаю какие вопросы ну ленин был для вас ленин был существовал такой-то он до сих пор похоронен сейчас кирбалин для вас сталин для вас существовал террористы хрущев был для вас до обычных помощь украины не было нет они из украины хрущева не было хорошо брежнев был тоже с украины нет да вы как это я как с забором разговариваю ну хорошо наверно таким вы считаете наверное себя умным брежнев посмотрите загуглите давай загуглим брежнев как брежнева звали ну просто наберите посмотрите екатерина сладкая губерния где что это посмотри ну вы серьезно ну посмотри где она если вы это серьезно то мне конечно жаль вас ну что у брежнева но что у брежнева 5 графе было написано что у брежнева 5 графе было написано украинец или русский национально советском союзе ее в паспорте никогда не писали что у брежнева 5 графе было написано украинец или русский я вас не понимаю вы к парку 5 графу говорить на 5 графа национальность в советском союзе чтобы хоть не сказать что паспорте человека советского союза было написано национальность да где написано что написано в 5 графе внутренних паспортах внутренних паспортах советском союзе был пятый пункт паспорте советском союзе был пятый пункт паспорте тихо но не третий эти пытались ответить и повторяешь все время свой вопрос ну типа я так не смогу тебе ответить я могу просто сказать но ты же меня не услышишь советском союзе 5 графе было указано национальность что есть писалось русский украинец грузин еврей и так далее и тому подобное то есть это было противопоставление народности в российской империи вот у меня поэтому тебе вопрос что у паспорте в пятом пункте было написано у брежнева таки не объяснили вы таки сами не понимаете в о чем вы говорите я не что такое пятая графа я уже не понимаю о чем вы говорите вроде мы с вами об одном и том же общались а сейчас вы начинать это пятая графа 5 ос я не знаю чуть такое 5 графа вот я даже даже в интернете смотреть не хочу потому что меня интернет читать умеешь вот эти для тебя загуглил на русском написано вы прочитайте сами что такое 5 графа читать умеешь я буду твоего экрана бегающими ручками читать советские времена во внутренних паспортах ссср была не обычная строка так называемый пятый пункт в котором фиксировалась национальность ну да читай там другое прочитал до что себя там смутило все там нет там текст был большой хорошо давай читаю в большинстве стран терминациональность или начинали английской начать непринадлежность к определенной этнической группе а гражданской английской английской то есть в российском паспорте в советском было написано по-английски нет ну а что-то но что за 5 графа нет и мне объяснить давайте еще я саня санял что нормально советские времена во внутренних паспортах ссср была необычная строка так называемый пятый пункт которым фиксировалась национальность большинстве стран термин национальность означает не принадлежность к определенной этнической группе а гражданство сейчас 5 минут вот в 5 графа определение национально советском союзе чё ты таратуришь эти звук выключил просто что-то мне не мешал национальность стояла стояла как противоспоставление народности так как в принципе это неинтересно получил здесь выключилась вот 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 Продолжение следует...